Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и я, Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. День шахтера отметили во всех шахтерских городах Карагандинской области. Глава региона Ерлан Кушанов принял участие в праздничных мероприятиях. Шахтерские бригады соревновались за звание лучшего. В свой профессиональный праздник представители восьми угольных шахт приняли участие в конкурсе профессионального мастерства. Звезда по имени Солнце зажглась в Караганде. На улице Олимпийской открыли монументальную композицию, посвященную основателю и лидеру рок-группы кино Виктору Цою. День шахтера День шахтера – это главный праздник не только Караганды, но и городов-спутников, где проживают работники угольных предприятий. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов в минувшие выходные принял участие в праздничных мероприятиях в шахтерских городах. Юбилейный 70-й День шахтера отпраздновали в Карагандинской области с большим размахом. Торжества проходили в Караганде и во всех регионах, где трудятся горники. Аким области Ерлан Кушанов в этот день побывал в трех городах – Саране, Абай и Шахтинске – и поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Он особо отметил вклад ветеранов и поблагодарил старшее поколение за преданность профессии и подготовку достойной смены. И наши шахтеры – это опора нашего президента и гордость нашего президента. И от души искренне, от имени жителей всех области я хотел бы поздравить сегодня вас. Я хочу поздравить наших дорогих ветеранов, благодаря которым на сегодня процветает наша страна, поднимается экономика нашей страны. И буквально я был сейчас в Саране, в Абайе. Мы чествовали династии трудовые. И таких династий я знаю, что и в Шахтинске немало. Я хотел бы вам выразить огромную благодарность за преданность профессии. Поздравляя шахтинцев, Аким области отметил достижение этого года в добыче угля. С начала года в области добыто около 20 миллионов тонн угля. Большую часть этого объема выдали на гора шахтеры Шахтинска, сказал Ирлан Кушанов. В этом году в области добыча угля увеличилась. По итогам года планируется выдать на гора порядка 36 миллионов тонн черного золота, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Такими темпами Карагандинский угольный бассейн имеет возможность наверстать позиции в постсоветских времен. Глава региона поздравил также родных и близких шахтеров, поблагодарил за терпение шахтерских жен и матерей. Я часто, когда езжу, вижу щит, где девочка говорит маленькая, папа, я тебя жгу. И сегодня среди нас находятся семьи наших шахтеров, матери, жены. Я хотел бы особо сегодня поздравить вас, дорогие близкие родные шахтеры. Быть родными и близкими, я сегодня его заранее говорил, это нелегко. Это постоянное переживание, постоянное ожидание об окончании смены. Спасибо вам за ваше терпение. Еще раз хочу сказать. На праздничных концертах для шахтеров пели российская популярная группа «Спорт Лото», известный певец Ай Кын и звезда казахстанской эстрады Роза Рымбаева. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В День шахтеров в Караганде прошел конкурс профессионального мастерства. В нем приняли участие более 300 горняков, 8 шахт. Участники устанавливали крепи, монтировали рельсы, тушили пожар. Такой конкурс проходит в области уже второй раз. Главная цель соревнований – показать нелегкий труд горняков. Проходчики, слесари, подземники, машинисты, монтажники соревновали за звание лучших в своем деле. Второй год в рамках празднования Дня шахтера проводится конкурс профессионального мастерства. Главная цель соревнований – показать нелегкий труд горняков. Команды восьми шахт компании «Арселор Миттл Тимиртау» приняли участие в конкурсе. Среди них и команда шахты «Тентекская». Чтобы люди посмотрели, что здесь у нас происходит, как работают шахтеры. И вообще, что это нелегкий труд. И чтобы народ был, наверное, ближе к нам и знал, чем мы занимаемся под землей. Каждая команда состояла из нескольких десятков горняков разных профессий. Участники устанавливали арочные крепи, делали монтаж конвейера, рельсовых путей, искали неисправности в комбайне, тушили пожары и многое другое. Всего было восемь этапов. За каждую из команд болела собственная группа поддержки. Родные, друзья и коллеги участников даже облачились в собственную униформу. В прошлом году проводились по городам спутникам, в этом году проводят в Караганзе непосредственно. Группа поддержки первый раз, к сожалению, принимает участие. Но мы стараемся, думаем, что мы победим в этом году. По итогам всех этапов лидерами конкурса стала команда «Шахты Шахтинская». На втором месте горняки «Шахты имени Ленина» и замыкают тройку лидеров «Шахты имени Костенко». Андрей Тентульгин, Рашидов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мемориальное сооружение в память о рок-звезде Викторе Цое открыто в Караганде. Аллея на улице Олимпийской с мемориалом Цою и спортивной площадкой – это подарок карагандинцам от общественного фонда казахско-корейской дружбы. Благоустройство сквера на улице Олимпийская стало подарком карагандинцам от фонда казахско-корейской дружбы «Ернуры Ника» в рамках программы «Рухани Жангару». Здесь не только установили удобные скамейки и облагородили территорию, но и установили современную спортивную площадку. А главным акцентом сквера стала монументальная композиция, посвященная музыкальному исполнителю, основателю и лидеру легендарной рок-группы кино Виктору Цою. Почетное право открыть сквер было предоставлено отцу Виктора Цоя, Роберту Максимовичу и Акему Караганды, Нурлану Аубакирову. Пожалуйста, друзья! Создан еще один прекрасный сквер, установлена монументальная композиция. Этот проект – подарок городу от фонда казахско-корейской дружбы «Ернур Ника» в рамках поддержки инициативы главы нашего государства, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, озвученной в программе «Рухани Жангару». Дорогие земляки, открытие сквера проходит в преддверии празднования Дня Шахтера и Дня Конституции Республики Казахстан. Разрешите поздравить вас с этими праздниками, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Отец музыканта поблагодарил карагандинцев за признание таланта его сына. Он также отметил, что в родном городе Виктора в Санкт-Петербурге уже 20 лет не могут установить памятник. В этом отношении Караганда стало первым городом в Казахстане. За такое значимое событие, я, понимаете, трудно мне выразить словами. Мне чувство гордости распирает, понимаете, за моего сына. Я не думал, что в таком городе, как Караганда, столь почетная слава у моего сына. Фонд казахско-корейской дружбы совместно с городскими властями объявил конкурс на лучший эскиз памятника Цою. Жюри признала победителем архитектора Дмитрия Быкова, назвав его эскиз оригинальным и вручила ему награду 500 тысяч тенге. Стоит отметить, что эта композиция стала дебютной для 33-летнего карагандинца. Я сам архитектор, архитектурой занимаюсь и участвовал в конкурсах на проектирование жилых зданий, а именно монументальные композиции или какие-то скульптурные образы, первый раз принял участие. Сооружение сделано в виде трафарета и представляет собой солнечное затмение. Внутри солнца вырезано изображение Виктора Цоя. Вся композиция является своеобразной иллюстрацией одной из самых известных песен группы кино «Звезда по имени Солнце». На церемонии открытия сквера собралось много горожан. В основном это жители близлежащих домов. Среди них и Ольга Криводанова. Я даже интересовалась, как идут строительство аллеи и памятника. Мне было интересно. Я приходила на эту аллейку, смотрела. Мне понравилась сама идея. Во-первых, что не поставили этот памятник на одной из центральных улиц города. И во-вторых, что это не памятник политическим деятелям, хотя я ничего против, да, не имею. А вот такое степлом сделанное дело такое. Местные жители уверены, что уже совсем скоро это место станет любимым. А пока у них есть возможность полюбоваться обновленным сквером под бессмертную музыку Виктора Цоя. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Все песни группы «Кино» в исполнении российской группы «Солнечные дни» звучали со сцены Дворца культуры Горняков. Концерт стал продолжением праздника, посвященного Виктору Цою. Рок-группа «Солнечные дни» и ее лидер Игорь Соколов – яркий, талантливый коллектив на современной российской сцене, претендующий на лучшие трибьют-шоу группы «Кино» и покоривший сердца и души многих поклонников творчества Виктора Цоя по всей России и за рубежом. Новая ступень в музыкальном развитии «Солнечных дней» – это совместный проект с симфоническим оркестром. Свежий, переосмысленный взгляд на творчество Виктора Цоя, раскрывающий многогранность его таланта сквозь призму классической музыки. Нынешний год для музыкантов особенный. В честь 55-летия юбилея Виктора Цоя группа «Солнечные дни» организовала турне по всей России и странам СНГ с программой «Легенда 55». Стоит отметить, что в Караганду последователи рок-группы «Кино» приехали уже во второй раз в этом году. И нынешний повод особенный – открытие монументальной композиции, посвященной Виктору Цою. Я был, я присутствовал на открытии памятника и аллеи Виктора Цоя в городе Караганда. Для нас, на самом деле, для нашей группы это было очень уважительно, что нас пригласили. И для нас это огромная честь, то, что нас пригласили, и не просто нас, да, а вообще на этом открытии был Роберт Максимович. Для нас это просто огромная честь было присутствовать, ну и концерт. Новую детскую площадку, возведенную по программе благоустройства и озеленения населенных пунктов, открыли в Караганде. Во дворе дома номер 19 на проспекте строителей появились новые красочные горки, качели, песочница и тренажеры. На строительство этого двора из городской казны было выделено более 80 миллионов тенге. На проспекте строителей состоялся праздник двора, приуроченный ко дню шахтера. Лидия Павловна Маргачева живет в этом доме с 2005 года. Женщина призналась, что раньше у них во дворе не было ничего, а теперь здесь имеется все для приятного отдыха, как детей, так и взрослых. Также жители отмечают, что игровая площадка строилась довольно долго, но зато качественно. И у нас раньше здесь все загружено было, все завалено было. И вот мы все жители, от имени всех жителей, хочу сказать большое спасибо руководству города и всем тем, кто делает здесь ремонт. Потому что сейчас хоть есть детишкам где поиграть. К нам даже сейчас 29 микрорайона приходят с детьми и играют на гор как-то. В беседках приятно посидеть и побеседовать, за детьми посмотреть. Мы очень благодарны. В текущем году в рамках программы благоустройства и озеленения населенных пунктов обустроили 4 дворовых территории и 1 сквер в районе Казыбекби. Это дворы по улице Можайского, Ермекова, Карбышева, проспект строителей и сквер у театра музыкальной комедии. Строительство началось еще в апреле. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 300 миллионов тенге. Сегодня в День шахтера мы проводим праздник двора улица строителей дом 19, 17 и 15. Этот двор один из самых больших дворов по площади в нашем районе имени Казыбекби города Караганды. В проекте комплексного благоустройства предусмотрено асфальтирование с устройством гостевых карманов, замена бордюр, установка современных комплексов детских, игровых и спортивных площадок. 95% работ уже выполнены. Полностью закончить благоустройство планируется до октября текущего года, заявили подрядчики. В минувшую субботу праздничные мероприятия завершил Большой концерт в Центральном парке культуры и отдыха. Известные казахстанские и российские музыкальные исполнители порадовали карагандинцев отличной музыкой, придавая праздничной атмосфере новых красок. Но фронтменами Большого праздничного концерта выступили солисты концертного объединения имени Калибайжанова. Организаторы отметили, что выступление в Караганде станет не единственным. Своё творчество музыканты подарят всем шахтёрским городам нашего региона. Я надеюсь, что программа ещё будет продолжаться. Завтра ещё у нас четыре города – Шахан, Шахтинск, Абай, Сарань. Во всех четырёх городах будет проходить мероприятие, посвящённое Дню Шахтёра. В этом году шахтёры отмечают своё 70-летие, 70 лет нашему угольному департаменту, угольному бассейну, можно сказать. Поэтому я всех поздравляю с праздником и надеюсь, что все наши гости придут на празднование Дня Шахтёра. В честь Дня Шахтёра на набережной Центрального парка Караганды прошёл ежегодный фестиваль «Тебе, пою Караганда». В этом году организаторы приняли решение пригласить в качестве конкурсантов государственных служащих. 11 талантливых представителей исполнительной власти и подведомственных им организаций. На мероприятии побывал Аким города Караганды Нурлан Абакиров. В День Шахтёра, как правило, проводятся самые яркие мероприятия фестиваля «Мы, карагандинцы». В минувшее воскресенье состоялся финал конкурса «Тебе, пою Караганда». Изюминкой проекта стали конкурсанты-госслужащие. Для большинства из них это первый выход на большую сцену. Среди них и Аделет Акишев, который работает в коммунальном государственном учреждении. Музыкой занимаюсь для себя, любитель, по профессии я строитель. В 2014 году закончил Карагандинский политический университет. А выбрал песню «Леди Дождя», так как это моя самая любимая песня, точнее исполнитель этой песни мой кумир. На мероприятие с поздравительными словами выступил Аким Караганды Нурлана Убакиров. По традиции в последнее воскресенье августа мы отмечаем один из самых замечательных профессиональных праздников – День Шахтера. Этот праздник был основан в 1947 году. И сегодня мы празднуем юбилей – 70-летие этой знаменательной даты. Глава государства Нурсултана Абишевич Назарбаев, который не понаслышке знает, что такое нелегкий шахтерский труд, всегда с теплотой и вниманием относится к горнякам. И делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасные условия труда, повысить престижность горнянской профессии. Конкурс «Тебе, пою, Караганда» проходит уже в восьмой раз. Особенность в этом году в том, что голосует народ. Всем гостям и жителям были розданы пакеты с 11 жетонами по числу финалистов. Количество жетонов за каждого конкурсанта плюс баллы от жюри. Такова простая арифметика подсчета голосов и определения победителя. И в числе этих мероприятий сегодня у нас проходит большой фестиваль «Мы, карагандинцы». Также сегодняшнее мероприятие проходит в рамках реализации программы «Рухани Жангару». И вот конкурс «Тебе, пою, Караганда» он уже в восьмой раз проводится. И это замечательный конкурс. В этом году его отличие в том, что в конкурсе принимают участие государственные служащие, работники государственных органов, подведомственных им организаций. Но мы видим, что они не только умеют хорошо работать, но и, естественно, очень хорошо поют. Победителям и участникам вручили призы и дипломы. По итогам конкурса первое место занял исполнитель песни Ассылажем Бахэтнур Талипова, заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ «Караганды». Организаторы отметили, что намерены не прерывать ежегодный традиционный конкурс «Тебе, пою, Караганда». Андрей Тен, Ажар Гибаева, Толиген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 70 лет исполнилось в этом году профессиональному празднику шахтеров. В этом году власти приготовили для горожан солидную праздничную программу. Главные народные гуляния прошли в Центральном парке культуры и отдыха. На набережной выступили команды КВН, а также провели традиционный ретро-фестиваль «Молодые годы Караганды». С самого утра на набережной Центрального парка собрались жители и гости шахтерской столицы в ожидании концерта. Со сцены ведущие рассказывали о тяжелом труде горняков, читали стихи и благодарили их. Свои песни гостям праздника дарили артисты концертного объединения имени Кали Байжанова, а также самодеятельные коллективы города. Жители и гости города танцевали и веселились. Отличное! Ну, пришли только! Поздравляем всех! Настроение отличное. Всех шахтеров с праздником. Я тоже бывший шахтер, поэтому помню этот праздник. Всем хорошего настроения! Поздравляю всех карагандистов, шахтеров с днем таким золотым 70-летием. Дай Бог шахтерам здоровья, с семьей им здоровья, благополучия. После концерта гостям поднимали настроение местные команды КВН. Среди них была и команда Риксос. Сегодня пять команд выступили перед местными жителями. Готовились очень тщательно и долго. Хотелось поднять настроение всем гостям, и кажется, это получилось. Хотим поздравить всех с праздником Дня шахтеров. Всем командам-соперникам удачи, а нам победы! Далее гостей ожидал ретро-концерт «Молодые годы Караганды». В завершении мероприятий гостей порадовал салют. Гульнур Жакен, Андрей Тенжи, Сулан Макулбеков, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин